Мне написал один из зрителей с ником BloodRavenBlood, классный ник для поклонников тяжелого рока и для фанатов игры Warhammer. Так вот, он задал такие два вопроса. Первый. Какие есть примеры из современного применения ЛИН и их результаты? Второй. В каких отраслях ЛИН будет иметь отрицательный результат для деятельности? Второй вопрос я позволил себе переформулировать. В каких случаях ЛИН не поможет? Спасибо тебе, BloodRavenBlood. Я сначала хотел ответить в комментариях, поскольку ответ мог быть достаточно коротким, но я решил дать развернутый ответ. Давайте поговорим сначала о применениях ЛИН и его результатах. ЛИН пришел в Россию в начале 2000-х годов. Пионером была группа ГАЗ и предприятия Русала, которые одними из первых начали внедрять принципы ЛИН на своих предприятиях и предприятиях-партнерах. Прошло 20 лет и сейчас бережливое производство применяется в различных секторах экономики, в государственной службе. Есть примеры развертываемых в муниципалитетах, учреждениях здравоохранения, в вузах и даже в школах. С принятием в России федерального национального проекта повышения производительства и занятости, многие предприятия получили государственную поддержку при развертывании бережливого производства. Я являюсь членом рабочей группы по разработке этого национального проекта. Призываю все компании обратить внимание на возможность национального проекта, связаться с федеральным центром компетенции или региональным центром компетенции, который есть в каждом регионе России, и получить необходимые консультации. Примеров развертываемых ЛИН очень много как в России, так и в Казахстане, в Украине, в Латвии. Но это только то, что я лично знаю, это те компании, с которыми я лично общался или лично посещал. Хотел обратить ваше внимание, что большинство бережливых компаний очень открыты. Вы можете их посетить, если у вас есть такое желание, напишите мне, я вам посоветую, исходя из того, какая отрасль или регион вас интересует. ЛИН внедряется как в крупных компаниях, локомотивах национальной экономики, например, Сбербанк, Росатом, Русал, Российские железные дороги, Татнеф, Технониколь, Газпромнефт, Норниколь, Евросхолдинг, в общем, много компаний. Сейчас, наверное, сложнее найти крупную национальную российскую компанию, которая бы избегала применять бережливых производств. Но я такую не знаю, может, вы подскажете. Российский опыт сейчас уже есть описанный в книгах. Так у себя в библиотеке я нашел несколько книг, например, «Стратегия бизнес-прорыва. Развитие производственных систем». Под общей редакцией Алексея Баранова и Рената Нугайбекова он описывает пример внедрения Линд в «ТМС-Групп». Это нефтесервисная компания, очень крутая, я там был, победитель Кубка Гастева. Я еще, потому что я лично знакомился с опытом «ТМС-Групп». Это был очень впечатлен. Вот такая книга. Кстати, у меня есть автографы авторской группы. Вторая книга «Эффективное производство в России». Да. Написал Сергей Колесников Игорь Атшулер и Татьяна Бертова. Она посвящена опыту компании «Технониколь». Есть известная книга «Сломай стереотипы. Производ системы Братского алюминиевого завода». Автор Сергей Филиппов и компания. Тоже очень рекомендую. У меня нет под рукой. С особой гордостью представляю книгу «Сказки о пакере» или «Первые шаги построения культуры производства в российской компании». Автор Алексей Шалободин. Эта книга об одной из самых удивительных компаний – НПФ «Октябрьский пакер», которая добилась выдающихся результатов в развитии своей производственной системы. Я неоднократно был в пакере, обучал их специалистов. Мне очень приятно, что на задней обложке есть мой отзыв об этой замечательной компании. В общем, примеров очень много. Для этого достаточно набрать запрос в каком-нибудь поисковике. Вы видите массу примеров успешного внедрения бережливого производства в различных компаниях. Если говорить об эффектах, то все компании демонстрируют очень хорошие результаты, заметно опережающие среднеотраслевые значения. По моему опыту, на тех предприятиях, где я проработал, удалось достичь следующего. Рост производительности как минимум на 30%. Это без учета технической и технологической модернизации. Снизить брак и ошибки не меньше полтора раза. Получить годовой экономический эффект не меньше 100 млн. рублей. Я могу сказать абсолютно авторитетно. И думаю, что коллеги меня поддержат. Инвестиции в бережливое производство – самые выгодные инвестиции. Но самый главный результат, я считаю, не деньги. И не просто прирост производительности и качества. Самый главный результат – это люди, которые меняют свое отношение к работе, начинают генерировать сотни идей по улучшению, вовлекаются в процессы совершенствования своей работы. Напоминаю вам, что в рамках онлайн-школы березливого производства есть курс «Вовлечение сотрудников в процессы совершенствования». Ссылка на курс будет под этим видео. В общем, примеров развертанного березливого производства очень много. Если вас интересует какой-то особенный отраслевой или региональный опыт, напишите. Я обязательно отвечу по совету какую-то компанию. Второй вопрос звучал так. Напоминаю. В каких отраслях ЛИН будет иметь отрицательный результат для деятельности? А в значительной степени я уже ответил на этот вопрос. Я не знаю отраслевых ограничений по применению березливого производства. Тем не менее, я хотел бы поговорить о том, в каких случаях березливое производство не поможет или его развертывание столкнется с очень большими сложностями. Первое ограничение – это учет фазы жизненного цикла организации. Нужно понимать, что любая организация подчиняется закону, согласно которому она рождается и умирает или перерождается в другую форму. Посмотрите на эту кривую жизненного цикла. Так вот, ЛИН развертывать будет труднее на стадии становления бурного роста. Хочу подчеркнуть, не то чтобы невозможно или он там противопоказан, будет сложнее. Почему? Потому что фокус внимания руководителей в этот момент бурного роста находится скорее на внешнем контуре, на рынке, на клиентах. А в такие моменты любые системы преобразования, стандартизация, обучение на производстве будут идти с трудом, по моему опыту. Еще одним фактором будет то, что нет ситуации недовольства текущей ситуации. Все и так хорошо, объемы растут и надо столбить рынок. В этот момент проводить программу организационной трансформации труднее. Еще раз повторяю, не то что невозможно, труднее. Также сложно развертывать бурного производства на фазе падения, на этапе падения. Здесь нужны жесткие антикризисные меры. Здесь не до обучения канбанов. ЛИН все же требует времени, последовательности, вложения в обучение и развитие. Чаще всего антикризисным управляющим просто не до этого. Несмотря на приведенные выше рассуждения, есть исключения. Есть бурные стартапы и есть компании, которые требуют выбросить из кризиса, при этом развертывая лин. Это все же, по моему мнению, не исключение. Наиболее удачным моментом для развертывания бережливого производства является зона снижения темпов и стабилизации объемов. Вот здесь уже не рано и еще не поздно начать систему трансформации для того, чтобы компания переродилась и стала бережливой. В этой зоне сходятся важные условия. Руководители недовольны снижением темпов и финансо-экономическое положение предприятия стабильны. Есть время на подготовку и проведение поэтапной реформы. Когда еще бережливое производство не поможет. Оно не поможет вам, если у вас проблемы с вашей предпринимательской моделью бизнеса. Вы можете создать идеальный поток создания ценностей, добиться выдающихся результатов в области безопасности, качества, производительности, операционных затрат. Но если у вас не будет потребованного продукта, какой-то идеи связанной с продуктом, система продаж и необходимой клиентской базы, возможность выхода на рынки в силах каких-то ограничений, доступа к необходимым человеческим ресурсам, дефицит сырья, материалов, комплектующих. Если вы не будете соответствовать государственным нормам регулирования или у вас будут отсутствовать инвестиционные возможности, ЛИН вам не поможет. Бережливое производство – это про то, как выстраивать поток создания ценностей, а не про то, как продавать эту ценность, или какая должна быть вот эта сама ценность. То есть бережливое производство не поможет, если у вас не будет жизнеспособной предпринимательской модели бизнеса. Еще один случай, когда ЛИН бессилен – это когда корпоративная культура отторгает бережливые идеи. Здесь, как ни крути, мы опять возвращаемся к лидерству, потому что именно лидерство формирует модель корпоративной культуры. Компания, где системные лидеры не проводят методичность, последовательность, вовлеченность, все знания по встроенному качеству, 5С, экортированию потоку, практически бесполезны, или будут приводить к лишь небольшим улучшениям. Несмотря на то, что все согласны, что бережливое производство – это, прежде всего, определенный тип культуры, но инструментов трансформации культуры она практически не дает. Да, можно найти описание, какое должна быть бережливая культура, но как к ней перейти описания нет. Резюмирую сегодняшний выпуск, который стал возможен вопросу зрителей с ником Blood Ravenblood. Спасибо ему большое. Примеров успешно развертанного бережливого производства в мире и в России очень много, в разных отраслях экономики. Есть исследования, которые показывают, что рост производительности в компаниях, применяющих лин, составляет минимум 20%. А мой опыт показывает, что это еще приводит к сокращению брака в минимум в полтора раза. 2. Каких-либо ограничений по отраслевому применению лин нет. 3. Никаких существенных рисков, негативных последствий само по себе бережливое производство не несет. 4. Проблемы в части предпринимательской модели организация лин не решит. 5. Бережливое производство основывается на трансформации культуры, но прямых рекомендаций, как ее заменять, нет. Поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, напишите комментарии, если есть вопросы или вы с чем-то не согласны. Зайдите на сайт школы бельжливого производства liti-school.ru, подберите для себя подходящий курс. Ссылка будет под видео. Подписывайтесь на мои сети, ссылка на эти сети будет под видео. На сегодня это все, увидимся!